Это такой огромный чемодан с ужасами, который прикован к нашей руке, и он никуда не денется. Просто сейчас у нас уже к нашей руке прикован второй чемодан с еще большими ужасами. Страшное производит впечатление, что снова такие же леса с могилами появляются. Мы не смогли объяснить людям главное, кто, собственно говоря, отвечает за эти преступления. Я считаю, что опасность превратиться в монстра есть не только у России. Но Россия своим превращением в монстра показала другим, как не надо. И этим она им помогла. За последний год мы убедились, что самые страшные страницы российской истории – это никакие не ошибки, а закономерности. И они имеют свойство, к сожалению, повторяться. Значит ли это, что мы все виноваты или что мы все ответственны? Как быть с этим страшным прошлым сегодня? И затмевают ли, например, сталинские репрессии нынешние преступления российской армии в Украине? Об этом мы говорим с исполнительным директором мемориала, теперь уже международного мемориала, потому что российский ликвидирован Еленой Жемковой. Прежде чем мы начнем наш разговор, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал «Опыт свободы». Так вы будете первыми узнавать о наших новых выпусках и поможете другим зрителям узнать о нашем проекте. Ирина Борисовна, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами встречаемся в Европе. Вы 30 лет с лишним работали в России, в российском мемориале. Вы одна из соосновательниц даже этого мемориала. Там вот в подписи, в документах 1987 года стоит ваша подпись. Как вы сейчас смотрите на все, что произошло с Россией за 30 лет? И если вот сейчас государство российское совершает преступление, ведя войну в Украине, значит ли это, что и работа мемориала в чем-то была недостаточной? Ну да, безусловно. Если говорить о работе мемориала, да, действительно, недостаточной. Не все получилось. Я не считаю, что вообще ничего не получилось. Это совершенно неправильно было бы так считать и говорить. Мы очень много смогли, но все-таки недостаточно. И я очень переживаю, и мне кажется, это трагическое в сегодняшние дни, потому что, конечно, невозможно было себе представить, что мы в 21 веке окажемся внутри войны. Невозможно. Для меня это просто невозможно. Я очень люблю прогресс. Я восхищаюсь сегодняшним временем. Я восхищаюсь достижениями науки. Я восхищаюсь тем, например, как продвинулись, даже по сравнению с 20 веком, врачи. Как можно было, находясь внутри таких достижений человечества, вдруг опрокинуться в кошмарную войну и в разрушение. Вот это несовместимо для меня. Это, конечно, ужасно. А я тут не могу не спросить, почему для вас это стало неожиданностью? Ведь как раз вы в мемориале показывали, каким преступным было советское государство. Какие страшные злодеяния оно творило и над своим народом, и над всеми, кто был вот в этой советской орбите. Ну, мне кажется, что для всякого нормального человека война – это неожиданность. Даже если ты понимаешь, что на тебя надвигаются ужасные события, все равно разумный человек, мне кажется, не может в это поверить. Но, конечно, понимание, что движение наше в плохую сторону, оно, надо сказать, было, было достаточно давно. И тут понятно, что мы ведь на самом деле очень много сделали, да, если говорить в том числе о мемориале. Мы смогли назвать имена жертв. Очень многие, да, все-таки в базе данных мемориала больше трех с половиной миллионов имен жертв. Мы даже смогли назвать имена преступников. Опять-таки, если вспомнить, в базе данных деятелей НКВД сейчас уже больше 35 тысяч имен. Но мы не смогли, нам не удалось, ясно, что мы не одни должны были эти делать, но мы не смогли убедить общество стать нашими союзниками, мы не смогли объяснить людям главное, кто, собственно говоря, отвечает за эти преступления. Большому сожалению, по-прежнему у очень многих людей, я думаю, кстати, не только в России, вообще и на территории бывшего Советского Союза, но даже и шире, нет понимания, что ответственность за преступления несет государство. что в этих преступлениях виновата государство, вышедшее из-под контроля. И, соответственно, нет понимания, кто отвечает за преступления, а значит, и нет понимания, что государство обязательно должно находиться под контролем. И если оно не будет под контролем, то оно снова начнет совершать преступления. Собственно говоря, мы сейчас опять это и видим. А с вашей точки зрения, это российское государство, ну вот с Путиным во главе, оказалось таким невоспитуемым, да? То есть как бы понятно, что можно было достучаться до какой-то части общества, но есть ощущение, что до государства вот этого монолита, ну не монолитного, но тем не менее, вот такого вот, такой махины, да, достучаться и сказать, что вот, это были государственные преступления, невозможно. Нет, мне кажется, что это дело, мне кажется, что дело глубже и серьезнее. Дело не, понимаете, опять-таки, что значит достучаться до государства? Мне кажется, очень важно понимать, что государство это мы. Мы, государство с вами, это вы часть государства, и я часть государства, потому что государство живет на наши с вами налоги. И вот непонятные, непонятные, неусвоенные и не сделаны выводы из вот этих главных основ, что если государство живет на наши с вами налоги, Значит, оно должно просто эффективно работать для нашего с вами удобства, для нашей комфортной жизни, для сохранения наших прав и соблюдения. Вот нет вот этого понимания главного, что не человек для государства, а государство для человека. А то, что оно совершает преступление, то, что оно работает неэффективно и так далее, это следствие. К сожалению, следствие вот этого непонимания и отсутствия, и в этом смысле не государство, а мы сами, общество, люди не поняли и не понимают вот этой связи и необходимости контролировать и заставлять государство работать правильно, честно, добросовестно, не в ущерб людям. И, конечно, наша работа мемориальская, она давала надежду, что на этих исторических примерах, ужасных, когда мы были уже свидетелями совершенных массовых преступлений, что, может быть, это такой как раз хороший урок, который можно извлечь, можно понять и постараться не повторять. Вот очень горько и обидно, что нам не удалось. Нам не удалось убедить людей извлечь этот урок. Хотя надо понимать, что для того, чтобы такой урок извлекался, то совершенно недостаточно работы одной какой-то общественной организации. Это принципиально важно соединение работы всех. Государство на нашей службе, да, которое будет через учебники, например, школьные объяснять такие вещи. Общественных деятелей самых... То есть тут нужен общая работа. И у этой общей работы не получилось. Слишком маленькой части общества мы, в том числе, считали необходимым и важным эту работу. А вот я тут хочу уточнить. Извините, что снова про государство, но вот чтобы расставить с точки над «и». А власть государства стала гнобить мемориал с 2014 года? Или это какая-то более ранняя? Нет, конечно, не с 2014 года. Нет, это длинный, долгий процесс. Я бы сказала, что самый хороший период отношения наших с государством, это было на раннем этапе, когда государство, по сути, своей мемориал не замечало. Оно мемориал не замечало, но оно таким образом мемориалу и не мешало. Оно не мешало, оно не помогало, но оно не мешало нашей работе. А такое уже и сопротивление некоторое, и потом помехи, а потом уже просто откровенное давление преследования, оно, конечно, началось, ну, где-то с конца 90-х. Хотя первые, первые такие давления какие-то, первые свидетельства, они, собственно говоря, начались еще с чеченских войн. С того момента, когда мы, как мемориал, довольно жестко и довольно прямо заявили нашу позицию. И оппозиция, собственно, была в том, что этих войн не должно было быть. Не так решаются вопросы внутри собственной страны. И уже тогда мы ведь говорили, что если преступления, нарушения прав человека, если они будут оставаться безнаказанными, если будут совершаться преступления, за которые нет наказания, то эти преступления будут расширяться. И даже уже тогда, и это очень горько, вспоминать, что много десятилетий уже назад мы говорили о том, что если преступления внутри собственной страны не будут наказаны, то есть опасность, что эти преступления выплеснутся наружу. Что, собственно, и произошло. Сейчас мы говорим с вами в дни перед вручением Нобелевской премии трем организациям, восточноевропейским, среди которых мемориал занимает почетное место. Во-первых, поздравляю вас. Это какая-то действительно надеживающая новость на фоне всего мрака. Удивительно, я бы сказала, новость невероятная почти. Ну вот как вы оцениваете присуждение этой премии мемориалу вам на фоне, во время войны с Украиной? Ну, с одной стороны, я же скажу, это невероятная новость. Никак мы этого не ожидали. Вот уж точно, что во время этих ужасных событий как-то голова, совершенно голова не была напрована в сторону каких-то премий и наград. Но, получив это известие удивительное, мы не просто горды тем, что наша работа многолетней отмечена. Это, конечно, очень важно. Но еще важнее то, что мы получили эту премию сейчас вместе с нашими коллегами и друзьями из Белоруссии и Украины. С нашими коллегами и друзьями из гражданского общества. Нам кажется, что вот Нобелевский комитет, он дает такой важный, важный знак всему миру. Что вот в этой ситуации катастрофы, в ситуации разрушения, убийства, разрушения городов, в этой ситуации надежда на гражданское общество, надежда на людей, на то, что люди из разных стран совместно смогут бороться со злом. И должны бороться со злом. И должны раз за разом, ну это, знаете, немножко отсылка нас опять к Гавелу. О том, что у слабых все равно есть мощная сила. И что мы люди гражданского общества, у которых в руках ничего нет. Есть только мы и наши принципы, наши идеи, наши ценности. Что мы с этими принципами и ценностями вместе довольно большая сила. По-моему, это вот этот знак. Для меня, по крайней мере. Елена Борисовна, вы скоро увидитесь на Нобелевской церемонии с вашими украинскими коллегами. Да. А что вы им скажете сейчас? Ну я, во-первых, это тоже поздравлю. Мы их уже и поздравляли. Мы взаимно друг друга поздравляли, конечно. Мы, в общем, ВКонтакте. И я очень пожелаю им тоже мужества и сил. Я думаю, что нам сейчас всем очень нужно много сил, мужества и уверенности в себе. Понимаете? Это время, которое, конечно, подвергает и ставит вопросы, в первую очередь, к нам самим. Действительно, вопросы о том, а что, собственно говоря, мы не сделали? А что у нас не получилось? Ведь многие говорят, ну вот вы, Мемориал, да, вы 35 лет работали, вы такие чудесные. Вас послушаешь, так прям просто волшебные люди. Но ничего же не получилось. Все же плохо. Идет война. Вся ваша работа была не нужна. Потому что вы ничего не добились. Вот есть просто люди, которые мне это прямо говорят. И это вопрос. А действительно, а может быть, действительно, 35 лет жизни потрачены просто ни на что. Зря. Но, конечно, это не так. И то, что это не так, этому подтверждению есть и каждодневно, и очень много той благодарности, которую мы получаем от людей. Но я уверена, что если бы мы не делали нашу работу, то ситуация была бы гораздо хуже. И я уверена, что нашим коллегам, украинским и белорусским особенно, которым так тяжело, и ведь это же вообще трагическая ситуация, получатель Нобелевской премии Олесь Беляцкий и его коллеги, они просто в тюрьме. Они не могут приехать, в отличие от нас и в отличие от украинских коллег. Вот уж кому совсем плохо. Им нужны и мужество, и здоровье, и настроение хорошего. Я очень желаю им сил. Ну вот есть точка зрения, она звучит очень часто, что сейчас во время войны все, что можно делать, это такая точка зрения, это доновать деньги украинской армии, что вот нужно донатить на оружие. И вот сторонники этой точки зрения, все другие способы сплоченности, каких-то действий, ну что ли, отрицают, говорят, принижают, говорят, что вот нужно так, нужно в эту точку бить, так скажем. Что вы думаете, что может сделать безоружное гражданское общество? Я знаю про эту точку зрения и могу понять людей, особенно у которых ужасно болит, что они не способны смотреть широко. Но я сама считаю, что именно вот в этой ситуации каждый из нас должен делать то, что он может. И мы, вот те самые люди без оружия, каждый из нас должен и может продолжать свою работу, продолжать сохранять связи, продолжать сохранять человеческие отношения. И в любой ситуации раз за разом напоминать, что человек это главное. Понимаете, война вообще в целом ужасная вещь. Она нас всех, абсолютно всех людей с разных сторон, она их ожесточает, она лишает их индивидуальности. Она лишает человека его достоинства, его прав. Она ограничивает его права и свободы. И в этой ситуации напоминать о том, что человек это высшая ценность, принципиально важно. Поэтому это наша задача. И продолжать напоминать, что у нас есть общая память. И что эта память, это общее прошлое, тяжелое, трагическое. Что это общее прошлое должно быть, что это основа для нашего, для урока. И если мы его не извлекли, то это не значит, что нам не нужно дальше работать и продолжать пытаться сделать выводы из прошлого. Сегодняшний день, по-моему, только подчеркивает, как это важно. Но сейчас вот это страшное прошлое, оно вписывается в такой военный нарратив. То есть, когда проводят параллели, и, видимо, вполне здравые параллели, да, между голодомором и нынешним уничтожением Украины, тем, что люди сидят в холоде, без электричества, тем, что блокировался вывоз зерна через украинские порты. Это какое-то создание, такое намеренное создание гуманитарной катастрофы. Так это описывают. Вот насколько корректно говорить, с вашей точки зрения, что действительно, вот, так бы, то, что было тогда, 30-е годы, 40-е годы, это продолжается и сейчас? Я думаю, что нельзя, как всегда это бывает с преступлениями, обязательно нужно сравнивать и нельзя ставить знак равенства. Сравнивать нужно, а приравнивать нельзя, потому что, с моей точки зрения, это тогда обесценивает и страдания жертв разных, и главное, что это приравнивает преступления и не позволяет нам каждому воздать по заслугам, понимаете? И преступления прошлого должны, преступники должны быть осуждены и наказаны, и преступления сегодняшнего дня должны быть, преступники осуждены и наказаны. А для этого нам нужны факты, нам нужны сохранения доказательств и свидетельств. Нет ли у вас ощущения, что вот то, что происходит сегодня, и вот эти жертвы, мы видим их фотографии, мы видим эти кадры, мы видим эти все новые и новые факты, да, которые абсолютно однозначно преступные, да, вот эти деяния, эти убийства. Нет ли у вас ощущения, что вот это настоящее затмит, как бы уже отодвинет назад в прошлое, уже сделает частью истории вот те преступления, сталинские преступления, советские преступления? Ну, я надеюсь, и наша задача, чтобы так не получилось. Это будет очень неправильно, и это для будущего нашего будет очень плохо. Почему? Потому что нельзя одних жертв заменять другими, нельзя одни преступления заменять другими. Каждый преступник должен знать, что раньше или позже возмездие придет. Это основа для того, чтобы преступление не совершилось. И если так окажется, что для того, чтобы затмить прошлое преступление, нужно совершить еще большее, еще более ужасное, какое будущее наше ожидает, тогда для того, чтобы затмить сегодняшнее преступление, надо будет совершить еще что-то ужасное, еще что-то более кошмарное. Надо будет просто разнести ядерным ударом нашу планету, и тогда забыть то, что совершается сегодня. Это неправильно, это неправильный путь совершенно. И мы с вами, ни вы, ни я, мы этого не хотим. Мы с вами хотим жить в нормальном мире. Также мы хотим быть добрыми соседями. Людям, которые живут не в нашей стране, а рядом с нами. Я, например, хочу быть добрым соседом. Точно так же очень хочу, чтобы рядом со мной были добрые соседи. Но для этого, соответственно, люди, я сама и люди вокруг должны знать, что справедливость должна быть для всех и для жертв, и для преступников. Закон должен быть для всех одинаков. Но при этом жертвы заслуживают сострадания, а преступники заслуживают наказания. И в этом смысле неважно, когда это преступление было совершено. Вот в этом, повторяю, есть, к сожалению, трагическая ошибка. Мы, как Мемориал в том числе, мы смогли назвать имена жертв. Мы даже смогли назвать имена преступников. Но мы не смогли добиться осуждения преступлений прошлого. Вот смотрите, к сожалению, у нас в России существует почти практически один единственный закон, осуждающий прошлое. Это закон о реабилитации жертв комитических репрессий. В нем осуждение прошлого, об этом сказано. Что преступление совершено, это плохо. Но это сказано в самых общих фразах. Там нет сказанных прямых слов о преступности государства, об ответственности государства. У нас, к сожалению, в России не прошло ни одного процесса, при том, что такого юридического процесса. При том, что мы ведь на самом деле сейчас документально имеем все необходимые архивные источники для того, чтобы практически отследить всю цепочку. От самого верха, условно говоря, от советского руководства, от Сталина или от других руководителей, до самого последнего исполнителя. Но, тем не менее, ни одного такого процесса не совершилось. Ну, почему? Денис Карагодин пытался назвать. А нам вот ведь, когда начинался мемориал, собственно говоря, еще в конце 80-х, 90-х годов, еще даже какие-то люди были живы. Но ни одного процесса не удалось провести. А потом люди умерли, соответственно, которые участвовали в преступлениях. И ответ стал очень простым. Все умерли, никто ни за что не отвечает. Это неправильно. Потому что придать гласности, сказать, вот этот человек совершил вот тот и отвечает за такое преступление, можно даже, когда уже исполнителей этих реальных людей нет. Но это не было сделано. И, соответственно, мы сейчас пожинаем трагические плоды вот этой несделанной работы. И я уверена, что пока она не сделана, это по-прежнему, знаете, это такой огромный чемодан с ужасами, который прикован к нашей руке, и он никуда не денется. Просто сейчас у нас уже к нашей руке прикован второй чемодан с еще большими ужасами. Но если мы не разберемся с первым чемоданом, а потом со вторым, то очень велика вероятность, что скоро у нас еще появится и третий. Что происходит сейчас с мемориалом в России? И организация ликвидирована. Были новости о том, что у вас отбирают помещение на каретном ряду. Это, я так понимаю, абсолютно культовое место. Ну, наверное, потому что оно культово, его отбирают. Вот, знаете, здесь есть прямая связь. И там архив, да? Значит, мемориал. Первое, что важно подчеркнуть, каждый раз я это говорю, мемориал ликвидирован, но ведь он не запрещен. Работа мемориала не запрещена. И, кстати сказать, и не может быть запрещена. Потому что работа мемориала, это ведь шире и больше, чем просто организация. В каком-то смысле каждый из нас, говоря о памяти, пытаясь осмыслить это прошлое, занимается мемориальской работой. Трудности и препятствия, которые создаются. Ну, конечно, в частности, например, связаны с созданием. Потому что вы правы. Ведь это был не просто дом. Это был не просто дом мемориала. Тут, кстати, мало кто понимает, что мы ведь этот дом, для того, чтобы возникло вот этот наш дом на каретном ряду, мы ведь со всего мира собирали пожертвования. Мы собрали частных пожертвований. Три миллиона долларов. Мы по коммерческой цене купили помещение, заплатили все налоги. Мы, может быть, были, я не знаю, уж, наверное, одним из самых образцово-показательных владельцев. Потому что у нас никогда не было никаких просроченных платежей. Мы очень за этим следили. И, конечно, мы очень хотели, чтобы этот дом был особенным, и он стал таким, чтобы он был теплым. Чтобы люди, приходя туда, понимали, ну, что они пришли в особенное место. Человек, приходящий к нам, должен был почувствовать, что он приходит в место, где уважают человека, где человек главный. Ну, понимаете, такое место сейчас очень не соответствует. Ни Москве, ни России. Это правда. И у нас этот дом отняли. Опять отнимают по совершенно смехотворным основаниям, потому что логика у российской власти очень простая. Мы вас ликвидировали, и теперь все, что ваше, теперь наше. Все. Точка. Никаких особенных рассуждений, никаких, так сказать, аргументов закона. Подождите, если такие... В таком случае я тут теряю немного доречь, потому что что с архивом тогда вашим? С вашими всеми документами? Нет, с нашим архивом все нормально, потому что, во-первых, значит, архив этот, к счастью, не принадлежал Международному мемориалу, он находился в Международному мемориалу только на хранении. Когда вот возникла такая, так сказать, проблема, архив был законсервирован, он хранится достойным образом, с ним все в порядке, но, конечно, он сейчас недоступен, потому что нормально работать с архивом нельзя. Но вот что тоже важно, и я очень рада, что мы почти пять лет назад начали работу по оцифровке нашего архива. Опять-таки можно корить себя, что мы, может быть, недостаточно быстро это делали, и, к сожалению, не смогли оцифровать архив на 100%, но большая часть архива оцифрована. Значит, копии эти есть цифровые, и вот сейчас мы работаем над тем, и мы надеемся, что в конце следующего года мы сможем миру открыть цифровой архив мемориала. И несмотря на, вот повторяю, трагические события, которые происходят, ценность памяти и понимание важности может быть даже не то, что несмотря, а именно из-за этого. Понимаете, когда сейчас тысячи людей, сотни тысяч, теряют дом, знаете, когда, ну, я не знаю, вот совсем недавно мы в Москве собирали деньги и помогали женщине, которая, ну, была эвакуирована из, по сущности, из горящего дома в Мариуполе. Она бежала, она бежала со своим сыном, она не разбирала, она села в первый автобус, который готов ее был вывезти из этого ада, и она оказалась, в частности, в России, да. У нее в этом сгоревшем доме осталась, и у нее сгорела там мать. Она бежала только с сыном и смогла только схватить паспорт своего сына. Понимаете, вот эта женщина, просто невозможно представить себе, что с ней произошло, потому что она лишилась не только матери, она лишилась памяти. У нее, например, не осталось ни одной фотографии, ни ее собственной, ни ее сына. У нее больше нет фотографий ее школы, ее юности, ее свадьбы. У нее нет фотографии ее сына, который был младенцем. Понимаете, у нее все сгорело, у нее ничего не осталось. И, конечно, мы не можем им ничего восполнить. Мы не можем этим людям дать ничего, кроме нашего грубокого сочувствия и сопереживания. Но мы можем помочь людям сохранять память, потому что сейчас эта память людям нужнее, чем раньше. И поэтому думаю, что наша работа полезна и важна. Еще одно важное место — это Сандармох. И там как раз есть такой знак, да, люди не убивайте друг друга. Юрий Дмитриев, который много сделал для того, чтобы Сандармох стал именно памятным местом, чтобы там приезжали люди из разных стран, не только со всей России, но и из разных стран. Этот человек сейчас находится в тюрьме с безумным совершенно сроком. А что сейчас с Юрием Дмитриевым? Удается ли вам поддерживать с ним связь? Ну, мои коллеги поддерживают связь. Мы пытаемся и собираем деньги, и все время пытаемся помогать, так сказать, адвокатам, потому что понятно, что человек в такой ситуации постоянно нуждается в помощи адвоката, именно потому что давление не утихает, а продолжается. Вы, наверное, в курсе, что за последнее только время несколько раз его помещали, опять-таки, по совершенно нелепым обвинениям за нарушение внутрилагерного порядка в ШИЗО. Строгие условия. Суперстрогие. Строгие условия. Он сам, кстати сказать, предполагает, что вот эти помещения в суперстрогие условия всегда связаны с тем, что в лагерь приезжает какое-то начальство или что-то в лагерь происходит. Например, возможно, это связано с тем, что в лагерь приезжают для вербовки заключенных на войну. Почему-то есть какая-то, видимо, связь между тем, потому что абсурдные условия, по которым это происходит. Ну, он в неплохом состоянии. Он старается очень держать как бы в норме здоровье, очень следить за здоровьем, потому что, ну что, впереди долгий срок, его нужно прожить и нужно выдержать. И что мне кажется очень важным, он готов продолжать работать. Он думает над новой книгой, и его коллеги, и вот те, кто вместе с ним делали книгу памяти Сандар-Моха. Вот вы, наверное, знаете, что второй том книги памяти Сандар-Моха вышел ведь уже тогда, когда он находился в заключении. То есть его коллеги, мы все как-то готовы помогать. Нам кажется, что поддерживает нас всех в трудных условиях работы. И я очень рада, что человек готов, несмотря на кошмарные условия, готов продолжать. А мы должны помогать. Ну и я вот был в Сандар-Мохе, я помню, как это выглядит само место, как выглядит этот лес, да. И, конечно, я не могу не провести этих параллелей, когда мы смотрим на кадры из Бучи, из-под Киева, из-под Репеня, из многих других мест, где вот обнаруживались сохранения уже в ходе этой войны, да, сохранения украинских жителей, убитых российской армией. Это внешне... Конечно, это немножко устроено эти сохранения иначе, но это выглядит очень похоже. Это невероятно страшное производит впечатление, что вот как бы снова такие же леса с могилами появляются. Ну, это действительно очень страшно, и я думаю, что это большая... Это часть вот той самой неосознанности нашей памяти и не сделанных, не выученных уроков. Потому что, ну вот, если говорить про места массовых захоронений большого террора, ведь у нас с вами такие... Что такое большой террор, да? Я не знаю, насколько ваши зрители и слушатели вообще помнят про цифры. А мне кажется, что масштабы все время нужно себе в голове держать, да? Вот смотрите, только по российскому закону о реабилитации, который вовсе не абсолютно описывает все категории жертв, но основные описывает. Только по российскому закону о реабилитации минимальное количество жертв это около 11 миллионов человек. Это, кстати, тоже вопрос о работе мемориала. Вот я вам сказала так гордо, да, что мы 3,5 миллиона имен в нашей базе. Но если вы вспомните, что всего-то их как минимум должно быть 11, мы с вами поймем, что не очень-то мы хорошо поработали. Из 11 миллионов только 3,5 смогли в базу данных включить. Но это и те, кто убитые, те, кто побывали в лагерях и вернулись. Да, да, да. Вообще все репрессированные... Так вот, из этих 11 миллионов, из этих 11 миллионов только расстрелянных миллион 725 тысяч. А за два года, за два года большого террора почти 700 тысяч расстрелянных. Вот пропорциональное соотношение. Понимаете, вот количество убитых за два года. Ведь чтобы убить такое количество людей, это вообще еще надо постараться. Это еще вообще надо суметь. Особенно их надо ведь убить было тайно, чтобы остальные не узнали. И вот тут у нас с вами и возникают вот эти тайные могильники большого террора. И эти тайные могильники большого террора были в каждой области, в каждом регионе. А теперь попробуем понять... У кого-то рядом с домом они сейчас. Совершенно верно. А теперь давайте вспомним цифры. А сколько? То есть их как минимум, по нашим подсчетам, таких могильников не меньше, чем 150. Больших, массовых. А сколько мы из них знаем? Ну вот мы знаем Сандармох. Мы знаем в Москве Бутово, Коммунарку и Донское. Левашово в Петербурге. Мы знаем Левашово в Петербурге. Но ведь на самом деле эти известные нам места буквально считаны. А как много мы не знаем. Вот это опять конкретный практический урок, который не усвоен. И, к сожалению, это незнание становится основой. И фактически вот она параллель. Когда снова какие-то люди готовы и понимают, раз это получилось сделать неизвестным, значит, мы снова можем точно так же убить людей, закопать их где-то в лесу и думать, что никто никогда их не найдет, не идентифицирует, не поймет и не докопается до того, кто отвечает за это убийство. Время от времени приходят такие новости снова, что в одном регионе, например, убрали, как-то осквернили память польских политзаключенных, в Сибири где-то, осквернили мемориал вот этот. В Ленинградской области недавно суд постановил ликвидировать место захоронения финских солдат. Причем там была совершенно такая безумная еще часть этой истории, связанная с тем, что какие-то близкие к Минобороне эксперты стали говорить, что вообще появление этого мемориала в свое время стало такой идеологической диверсией против России. Как это все сейчас вообще объяснить? Почему такая зацикленность на том, что где-то просто есть памятник, где-то лежат люди? Почему постоянно находятся связанные напрямую с государством люди, которые это хотят разрушить? Ну, в этом смысле это очень действительно характерный и повторяющийся действительно советский сталинский стереотип. Но даже, я бы сказала, и более ранний стереотип. Это такая идея страны в кольце врагов. Мы хорошие, мы Россия или мы Советский Союз, мы хорошие, у нас очень высокие идеалы, мы за все хорошее против всего плохого, ну, а вокруг либо непонимающие нас люди как минимум, а на самом деле в основном враги. И у этих врагов, конечно, есть помощники внутри страны, потому что если бы не было этих помощников, возникал бы вопрос, почему же если вы такие хорошие, у вас так ничего не получается? Почему же вы живете так плохо, если вы такие прекрасные, если у вас все так замечательно? Почему люди-то другие живут получше вашего? И вот тогда находится ответ, ну, это просто потому что нам мешают, потому что вокруг вредители, это просто внутри враги, и дальше происходит вот эта концентрация на врагах, это очень классический, понятный способ отвлечь людей от того, чтобы думать, от того, чтобы задать вопрос, в том числе государству или представляющему государству чиновникам, а почему, собственно говоря, действительно так плохо мы живем? А почему вообще говоря, так плохо у нас работает вот это или это? А кто позволил вам от нашего имени начать войну? Кто позволил вам вместо того, чтобы деньги, которые надо было потратить, например, на дороги или на образование, потратить их на войну? И чтобы люди не задавали этот вопрос, значит, лучше отвлечь их, лучше направить их на врагов. Вот и ответ. Это очень простая. И, кстати, будем справедливыми, такой прием используют вовсе не только в России и вовсе не только в Советском Союзе. Слушайте, такие приемы используют достаточно часто. Это очень классические, понятные приемы манипуляции массовым сознанием, манипуляции людьми, потому что для того, чтобы люди не манипулировали, люди вообще должны думать. А иногда думать очень неприятно, потому что если думать, и опасно, но и неприятно в первую очередь, потому что если думать, то, честно говоря, надо начинать с себя. А когда начинаешь с себя, есть очень много чего-то не хочется, понимаете, не хочется делать. Когда-то, например, не захотелось пойти просто по лене на выборы. Не хочется, лень, понимаете, начинается с лени. Иногда не хочется спорить с кем-то. Думаешь по-другому, кажется, да что-то не очень-то правильно говорит, но спорить не буду. А потом подникает страх. Ну я, вот мне все-таки сохранить мое рабочее место или сохранить мои отношения лучше, чем спорить, чем отстаивать свою позицию. А потом уже переходим к тому, что нужно принимать решение. Вот от твоего имени делается, творится какое-то безобразие, но для того, чтобы возмущаться или как-то протестовать, например, надо пойти на митинг. Но он еще разрешенный митинг, еще можно, еще никто тебя за этот митинг не бьет дубинкой. Это надо идти, это как-то, а я не люблю, я не публичный человек, зачем мне это все? А потом уже оказывается, что для того, чтобы свою позицию завить, надо идти в одиночный пикет, а это страшно. И так далее. Это же путь, понимаете, который нужно начинать с себя. И когда начинаешь с себя и начинаешь думать, понимаешь, да, не очень приятно думать так. Лучше, например, согласиться с той красивой картиной, которую тебе предлагают другие, из телевизора, например. Многие бывшие советские республики, особенно страны Балтии, ну и не только они, а вообще вот они смогли как-то из этого всего выйти. А что им помогло и что наоборот как бы утянуло на дно, а сейчас это же очевидно на дно, без привлечения, на дно утянуло Россию? Ну, вообще надо сказать, что Россия тяжелее всех. Россия тяжелее всех, ну, потому что она в сущности приняла на себя вот это вот советское наследство, что именно Россия как-то внутренне, в целом, и не только ее руководство, а в первую очередь люди как-то согласились идентифицировать себя, отождествлять себя с советским наследством. И они, конечно, когда как-то внутренне принимали это решение, я думаю, что в первую очередь они его принимали, потому что они это наследство ассоциировали с хорошим. Но хорошее неотделимо от плохого. Вот этот вот чемодан с ужасами, он шел в дополнение и в комплекте с чемоданом с радостями. Да, Гагарин, да, достижения советской науки, да, прекрасная культура, да, все вместе, но одновременно репрессии, убийства, унижения человека, пытки, несправедливость, это все вместе, понимаете, это нельзя. Если ты принимаешь одно, то ты должен понимать, что ты получаешь и второе. Можно принять оба, но тогда надо смотреть открыто, с открытыми глазами и говорить, я принимаю и то, и то. Невозможно сказать, я принимаю это наследство, но я считаю его только хорошим. Этот чемодан с ужасами все равно же он есть, он все равно откроется когда-то и вся эта мерзость наружу вылезет. Так и получилось. В этом смысле России оказалось тяжело. Если сравнивать, например, с Германией, то вообще людям в Советском Союзе, в России гораздо хуже, потому что во-первых, у нас это все было гораздо длиннее. У нас 70 лет. У нас ни одно поколение. У нас в этом смысле выработанное генетическое ощущение страха. Смотрите, сейчас же не надо особенно людей пугать. Нескольких арестуют, все напугались. Но было страшновато уже. Да, уже. Уже страшновато. Еще до войны было в России страшновато. Страшновато. Это правда. Потому что люди уже знали, что такое страх. Их и пугать особо не надо было. Понимаете? Значит, 70 лет раз. И страх это просто практически самое главное наследство. Такое серьезное. А второе, что принципиально это то, что отличает, это то, что у нас практически очень сложно отделить преступника от жертвы. Ну вот, я не знаю. Возьмите почти любого почти любого репрессированного. Особенно, если это какой-нибудь советский деятель или партийный. А таких немало. Хотя они не составляют большинство, как нам пытались объяснить. Но тем не менее, это может быть какой-нибудь деятель партии, советский деятель, который, с одной стороны, отвечал за строительство дорог, и его, может быть, очень прекрасно вспоминают в своем районе и регионе, какой он был замечательный человек строительный. Одновременно, он по должности входил в тройки и подписывал расстрельные договора. А потом и сам стал расстрелянным. Как отделить его? Он жертва или он преступник? Он и то, и другое. В России очень, в Советском Союзе очень это неотделимо. И эта работа по пониманию роли жертвы, ответственности человека, она не была проделана. Понимаете? Это потому, что она еще, кроме всего, просто очень сложная работа. Я считаю, что Россия тут очень многим помогла. Она своей вот этой вот присвоением советского наследства, она дала такой пример плохой, что очень многие вещи, которые, вообще говоря, другие страны, особенно на территории бывшего Советского Союза, вообще-то могли бы повторить. И в чем-то даже и повторяют. Просто, может быть, не в таких масштабах. И на фоне того, что происходит сейчас в России, это как бы кажется не таким значащим. Но это не снимает опасности этого. Я считаю, что опасность превратиться в монстра есть не только у России. Но Россия своим превращением в монстра показала другим, как не надо. И этим она им помогла. А еще одна сторона вот этой, это восприятие государства как преступника в том числе, да, того, что государство может быть неправо. И часто российское государство было не просто неправо, но еще и совершало абсолютно преступные вещи. Постепенно это становилось все больше и больше. Да. Но вот я так понимаю, что, например, люди, которые согласились на мобилизацию, которые так иначе пошли на мобилизацию, у них и у их семей зачастую представление о том, что государство может, как говорил Бабченко, кинуть, что оно может против них совершить или их руками совершить преступление, это представление вот как бы отсутствовало. Ну, конечно. Понимаете, дело в том, что воспитание людей в такой, в том, что государство сакральное и священное, это даже не советская традиция, это вообще традиция еще Российской империи, вообще тысячелетняя традиция. Государство сакрально-священное, государство все, человек ничто. Человек это слуга государства, личность не важна, важно, что ты делаешь ради своего государства. Вот это вот такая, такая выстроенная пирамида, вот такое выстроенное представление, но оно как-то не предполагает, что государство, которому ты служишь, вообще-то может быть преступным. Оно предполагает, что это только ради святой и великой хорошей цели. и дальше людям люди готовы обманываться, понимаете, мы не можем ведь с вами сейчас сказать, что у людей в России недостаточно источников информации, это не так. Всякий, кто хочет узнать, что происходит, может это узнать. Но почему вопрос возник, почему люди верят этому, верят тому, что ему говорят из телевизора, иногда абсолютно абсурдные вещи. Просто логическое сопоставление аргументов должно было, казалось бы, человеку помочь сделать правильный вывод. Но люди этого вывода не делают. И готовы действительно, в том числе жертвуя своей жизни, идти на неправедную войну. Ну, к сожалению, это привычка не думать, не анализировать, верить. А вот там уже попав на войну, они могут передумать и как-то включить мозги. А я не знаю. Я не знаю. Я никогда там не была. Я не знаю. Может быть, и могут. Может быть, вы знаете, для меня сейчас один из самых важных чтений, это как раз мемуары людей, воевавших, и мемуары немцев. потому что я думаю, если мы можем пытаться какой-то опыт находить, то это как раз этот опыт. Опыт тех, кто был на войне, и опыт Германии, которая открыла глаза на ужас, который она совершила. А как вообще вы видите наше будущее? Мы сейчас с вами сидим, разговариваем, наверняка вы об этом думаете? Ну, что будет с нами, что будет с Россией, что будет с нашим миром вообще? Я вообще-то в мир верю. Я верю в людей. И я должна сказать, что меня, что, что меня поддерживает, и то, что дает мне надежду, это то, как себя ведут люди мира. То, как они солидарны с Украиной, с людьми. Я вот была в Польше. Я видела, как помогают беженцы, как жертвуют своим комфортом, своими квартирами, своими деньгами, своим временем, как помогают людям. И меня это вдохновляет. И знаете, ведь один из таких мощных и таких риторических даже уже почти аргументов всегда и в Советском Союзе еще и потом и в России, это такое, знаете, у Запада нет ничего святого, у Запада нет ценностей. Запад это капитализм, Запад это купи-продай. Ну, это просто вопрос цены. И сейчас мы с вами как раз находимся в той точке, где люди, люди Запада в том числе, показывают, что не все продается, не все покупается, что есть ценности, на которых они стоят и готовы жертвовать своим комфортом, временем, деньгами, для того, чтобы помогать, для того, чтобы отстаивать ценности, себе ущерб, понимая, что это будет трудно. И вот это меня вдохновляет. В этом я вижу надежду, что мы все вместе люди мира и люди России тоже справимся. И я, что для меня важно, не отделяю людей России от людей мира. Нет. Я сама человек России. И я себя от мира не отделяю. Ну да, тут уже возникает, конечно, такая, какая-то, не знаю, инерция, какой-то соблазн сказать, что вот Россия, вот мир. Нет, что есть какая-то граница. Это очень глупо. И тут, в Европе, это тоже очень часто звучит, к сожалению. Это не получится. Это очень глупо. И это даже опасно. Нельзя отделить от мира страну, в которой живет 130 миллионов или сколько сейчас там живет, но 130 миллионов человек. Ближе к 140. Да. Нельзя, понимаете, нельзя отделить. И даже если эти люди не хотят думать, не хотят осознать, в какую такую воронку преступлений их втягивают. А это втягивание все большего и большего числа людей в преступления. И даже если этот расчет из преступления, из-за того, что вот это все большее число людей втягивается, будет все длиннее, дольше и мучительнее, этот чемодан с ужасами, знаете, разбирать придется не то, что нам, и даже не нашим детям. Этого хватит и на внуков. Это уже понятно. Все равно это часть мира. И нельзя и мир сейчас устроит, и мир сейчас так устроен, что не получится просто выстроить великую железную китайскую или наоборот российскую стену и спрятаться от этих людей за этой стеной. Не получится. Нужно искать решения. Нужно искать людей, с которыми можно разговаривать. Нужно убеждать. Нужно расширять круг людей, которых убеждать, что нужно думать. Что нужно иметь мужество, если уж не сделать поступок, то хотя бы для начала иметь мужество думать. Давайте еще вернемся, Елена Борисовна, к мемориалу. Не совсем понятно сейчас, как можно поучаствовать в вашей работе. Если вы везде, в то же время как будто бы нигде. Что могут делать люди, которые хотят быть мемориалом? Во-первых, все-таки мы везде и есть конкретные точки, где мы. И хотя Нобелевский комитет присудил премию, сказал российской правозащитной организации, все-таки надо уточнить, что мемориал международный. И это не пустые слова, а это реальность. И у нас действительно существуют наши отделения, наши части мемориала. Они, кстати, на вот этих событиях и на необходимости помогать и что-то делать стали еще мощнее и сильнее это мемориалы. В Чехии, в Польше, в Германии, в Италии, во Франции и еще где-то возникают мемориалы. То есть есть просто конкретные части мемориала, реальная организация, продолжающая работать. И, во-первых, этим организациям можно просто помогать. У них есть счета, им нужны ресурсы, им нужны деньги. Ну, помогайте, помогайте мемориалу. Вот я помню, когда мы создавались, только создавались, у нас еще не было организации, но уже в 88-м году стало понятно, что нужна организация, что нужно в 1988-м году, считайте, 35 лет назад, да? И тогда Евгений Евтушенко написал в Огоньке большую статью, которая называлась «Помогайте мемориалу». У нас есть, например, акция, в которой может принять участие, она всего, конечно, один раз в году. Ну, разные люди по-разному же могут тратить свое время, но вот один раз в году акция, которая называется «Возвращение имен». В этом году, в этой акции приняли участие люди из 22 стран из 77 городов. Но это вообще не весь мир. И если хотите участвовать, организуйте акцию в своем городе, включайтесь, принимайте участие. И я очень, между прочим, горда, в частности тем, что в этих стримах и в этих чтениях имен и возвращения имен были города Украины. Вот представляете, как им тяжело под бомбежками, под разрушениями, они все равно нашли места памяти и читали имена репрессированных, погибших, расстрельных. Какие молодцы. Очень горжусь. Вы можете даже не называться мемориалом, но сохраняйте память, нашу общую память. Для начала пойдите домой к себе вот сегодня и посмотрите, а что у вас вообще у вас про вашу собственную семью сохранилось? Вы фамилии знаете вашего бабушки и дедушки? Документы их хранятся? Вы, особенно это, я в этом смысле особенно обращаюсь к людям из бывшего Советского Союза и вообще из Восточной Европы, которая была вовлечена вот в это влияние и давление, и репрессии от Советского Союза исходящей. А вы знаете все про свою семью? А у вас действительно в семье не было репрессировано? А вы понимаете, что делали ваши родные тогда? Какая их судьба? Вы смогли все восстановить и сохранить? Начните с этого. Я, честно говоря, не смог. Не все понятно. Ну вот. Найдите, начните с этого. А если не знаете, пишите нам. Мы поможем. Читайте наши сайты. У нас, например, есть прямо такой сайт, я считаю, очень хороший, очень полезный, важный, который у нас так и называется личное дело каждого. И это не только... У него двойной смысл. Это не только смысл личного дела, да, личного дела заключенного, или личного дела какого-то человека в какой-нибудь официальной конторе. Но это еще и сайт о том, что мемориальская работа это личное дело каждого. Каждый из нас может это сделать. И это будет вклад. Спасибо вам большое за этот разговор. Мы встречаемся в действительно тяжелые времена, но мне кажется, какая-то надежда в том, что вы рассказывали, в том, что мы обсуждали, есть. Ну, я надеюсь, я смогла ответить на ваш вопрос. Спасибо. в какой-то мере. Это опыт свободы. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Мне кажется, что это действительно важный разговор о том, что у нас всех сегодня болит. Ну, или, по крайней мере, кажется, должно болеть. И мы будем дальше на этом канале выяснять, как сохранить себя, как сохранить свою свободу и какую-то, что ли, гражданскую активность, гражданскую субъектность в нынешние тяжелые времена. Меня зовут Артем Филатов. Будьте с нами, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok